Если раньше СМС-уведомление об оплате приходило на телефон в течение нескольких минут, то с 1 января всё немного изменилось. Правда, нововведения коснулись лишь технологии списания средств со счёта. Стоимость проезда осталась прежней. Это очередной шаг по развитию транспортной системы «Нефтьюганска». Он призван сделать систему более функциональной, гибкой. И в перспективе у нас появится возможность внедрения новых видов проездных билетов, разнообразных вариантов тарификации. Для удобства пассажиров разработано специальное мобильное приложение «Город Пэй». С его помощью нефтьюганцы могут отследить историю поездок на общественном транспорте, получить информацию по всем денежным операциям, вывести карту из стоп-листа и приобрести электронные проездные билеты. Реализован сервис, о котором нас давно просили. Льготные категории граждан «Нефтьюганска», кто пользуется правом бесплатного проезда в автобусах. На квартал им даётся право на 72 бесплатных поездки. И на настоящий момент они могут контролировать через мобильное приложение количество оставшихся поездок до конца текущего периода. Как подчеркнули сотрудники пассажир автотранса, в период пандемии бесконтактная оплата проезда стала как никогда актуальной. Всё-таки здоровье людей превыше всего. У нас автоинформатор почти на каждой остановке объявляет, что надо маски, всё такое. Ну и кондуктора, естественно, тоже предупреждает. А насчёт карточки, да, это вообще-то правильно. Желательно меньше нала, потому что меньше контактов. Подробнее о нововведениях в городском общественном транспорте можно узнать по телефону, который вы видите на экране. Также ответы на все интересующие пассажиров вопросы доступны в самих автобусах. Достаточно навести камеру телефона на QR-код, размещенный на информационных стикерах. Елена Волкова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!